Здравствуйте! Вы смотрите тележурнал частности на канале СТС Курс. Меня зовут Юлия Варшавецов, находимся в суши-баре «Абрикосовый год». Сегодня в выпуске вы увидите. На один день в Курск приехали заслуженные артисты России и лауреаты международных конкурсов, чтобы рассказать одну историю любви. Аперету в Курском драмтеатре слушали и смотрели Анна Сухова и Радий Долженков. На концерте каждый из них успевает выступить в составе группы и исполнить два сольных номера. Когда между ними случаются ссоры, на достижение перемирия требуется не больше 20 минут. Как 15 человек уживаются в одном цыганском ансамбле, выясняли Юлия Варшавец и Радий Долженков. В детстве его ругали за чрезмерное увлечение компьютером. Но именно это хобби принесло ему популярность и даже небольшой доход. Как стать профессиональным геймером, выясняли Тимур Кузнецов и Антон Судженко. На этом телевизионном канале будут работать ученики целой школы. Об особенностях телевизионных жанров и работе в кадре будущим журналистам рассказали сотрудники СТС Курск. Первая встреча венгерского композитора Имре Кальмана с эмигранткой из Перми Веры Макинской произошла в 1926 году в Берлинском театре Метрополь. Майстр поинтересовался у девушки, кто она по национальности. И был очень удивлен, услышав в ответ «русская». В следующий раз они встретились через два года в одном из венских кафе, куда Вера, работавшая в то время танцовщицей в баре, приходила в надежде познакомиться с каким-нибудь богатым господином. Девушка, мечтающая о мировой славе, покорила Кальмана. И несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они поженились. Супруге Кальман посвятил свою оперетту «Фиалка» Мон Мартра. После смерти мужа в 1953 году Вера Кальман учредила фонд памяти композитора и до конца своих дней являлась его председателем. Их история любви стала сюжетом для оперетты «Красотка Кабаре». Почти каждый месяц их ждут в разных городах. Московский государственный академический театр оперетты известен в России своими постановками. Одна из любимых – «Красотка Кабаре». Во-первых, режиссером спектакля стала актриса их театра Инара Гулиева. Во-вторых, это история любви великого композитора к простой женщине. И самое главное – это оперетта – реальная биография ее главных героев. Она основана на воспоминаниях самой Веры Кальман на ее дневниках. То есть, как бы, вот история ее встречи с Кальманом, развитие их отношений, там какие-то перипетии жизненные. Ну, в общем, практически прослеживается весь ее путь. Ну, к сожалению, конечно, мы не можем за два с небольшим часа все мемуары-то, так сказать, осветить. Но какие-то вот наиболее яркие моменты, и автор спектакля Инара Гулиева, она прям брала какие-то сцены, просто описанные напрямую Верой. Веры Макинской – русской эмигранткой, которая была супругой венгерского композитора Имре Кальмана, а также вдохновением и главной красоткой кабаре в его жизни. Именно Верушка, как называл ее муж, стала драматическим центром оперетты. Вместе с другими героями она рассказывает и поет о событиях, которые происходили, кажется, совсем недавно – 20-е и 40-е годы прошлого века. Спектакль был поставлен несколько лет назад. И, как считают сами артисты, история Веры очень хорошо вписывается в сегодняшние отношения мужчин и женщин. Она очень личная, но одновременно для всех. Не только главные герои имеют своих прототипов. Говорят, что это был реально существующий персонаж. Она была графиня, убежала из дома. Это то, что было когда-то. Потом она перебивалась какими-то случайными заработками, мечтала о красивой жизни. И много раз выходила замуж. В итоге вышла замуж за индийского Раджу. И он ее убил из ревности. Мой персонаж, в отличие от других многих персонажей нашего спектакля, он выдуманный. Мой персонаж из простого лоботряса, родительского сыночка, который ведет ветреный образ жизни. Он становится серьезным мужчином. Тут мужчины, адмиральский мундир. Это довольно условно, конечно, просто красивый мундир. Но мы решили не скупиться в чинах. На сцене интригующий сюжет, который передают не только монологи и диалоги актеров, но больше сама музыка. Музыка, написанная как раз Имре Кальманом для известных оперет. Это арии, дуэты из Сильвы, Мистера Икс, Боядеры, Фиалок, Ман Матра. Они вызывают у зрителей серьезные переживания, искренний смех, иронию, сочувствие. И вся эта гамма чувств в одной мелодраматической истории. Собственно говоря, ради музыки Кальмана, ради музыки Легара, я вообще, ну пафосно, конечно, но посвятил свою жизнь этому жанру. Кальман, когда писал свою музыку, все-таки принимал во внимание певцов, их возможности голосовые, и поэтому очень удобно написано. Поэтому мне очень нравится петь Кальман. Главный герой – сам маэстро Кальман, баритон. Вера – лирико-драматическая сопрано. Нина – лирико-колоратурная. Геза Герчик, Фили Казанович, Юлиус Пеликан – теноры. Каждый артист Московского театра оперетты уникален своим голосом, а потому свой рабочий инструмент артисты берегут. Перед спектаклем обязательно распеваются на сцене, ведь оперетта будет слушаться при соответствующей акустике. Стараешься лишний раз и не разговаривать, и не перенапрягать аппарат, соответственно, даже к питанию какие-то есть претензии. Но как нельзя перченого сильно есть, особенно перед спектаклем, не наедаться. Хоть мы его играем очень часто, и мы знаем, и нам не столько нужно репетировать какие-то конкретные сцены, сколько приспособиться к конкретному помещению, потому что акустические возможности у каждого театра разные, потому что пространство тоже. Бывает зал очень маленький, очень большой, и все надо уместить и распределиться. В столичном зале, говорят артисты, их слышат 1800 человек. Под небольшую курскую сцену долго подстраиваться не пришлось. В драмтеатре в этот вечер голоса лауреатов международных конкурсов тоже звучали соответственно. Опереты сегодня не очень модный жанр, обделенный вниманием прессы, но, как и раньше, популярен у зрителей. Ведь, по словам самих артистов, это настоящая сказка для взрослых. Во время войны в оккупированном Пскове один молодой цыган помогал русским партизанам скрываться от фашистов. Но вскоре его рассекретили, арестовали и повели на расстрел. За считанные минуты до расправы немецкие солдаты разрешили исполнить последнее желание смертника. Мужчинам попросил аккордеон. Как только ему в руки дали инструмент, он принялся виртуозно играть. Услышав музыку, стоявший в стороне офицер приказал отпустить цыгана. Герой этого семейного предания – дед Александр Марцинкевич. Из него еще в детстве певец узнал, как воздействует музыка и чем измеряется цыганская душа. Чтобы это понять, нужно родиться цыганом, утверждает артист. А еще можно побывать на концерте группы «Кабриолет». Кабриолет образовался в начале 90-х, в то время как лидер коллектива первую песню написал еще в 13 лет, а гитару взял в руки в 7. Свою тягу к творчеству Александр Марцинкевич объясняет просто. У цыган прирожденная страсть к музыке. Музыку и слова пишу для коллектива я. И, конечно, все мои песни построены о любви, о жизни, о счастье. Потому что любовь, на самом деле, самое главное чувство, которое есть на свете. Любовь управляет всем миром. И без любви просто нельзя. Еще в дошкольном возрасте артист начал петь и играть на ударной установке. Уже тогда мальчик стремился к оригинальности в творчестве. Ведь вместо барабанов и тарелок он использовал мамины кастрюли. Занимался он упорно. Ежедневные четырехчасовые репетиции прерывали лишь ссоры с соседями. В 12 лет он выиграл городской конкурс юных талантов, как единственный барабанщик-самоучка. А еще через год к нему впервые пришла муза. Просто написать песню для меня это невозможно. Должно что-то происходить в душе. Или мне должно быть или слишком хорошо, или слишком плохо. Есть какие-то переживания, у меня рождается песня. Есть какое-то счастье, то, конечно, тоже рождается песня. Именно поэтому, уверен Марцинкевич, в его песнях нет фальши. Несколько лет назад Александру Марцинкевичу приходилось выступать в ресторанах. Тогда публика не подпевала его за душевным песням, а усердно пережевывала изысканные блюда. Зато сейчас кабриолет уважают и ценят. Его слушателям от трех до ста лет, уверен Марцинкевич. Сегодня коллектив знает, для кого им экспериментировать. В аражировке можно делать много смелых экспериментов. Но одного не отнять. Это цыганская жилка, цыганская душа в музыке, цыганская мелодика и манера исполнения. Что характерно для Александра и для нашей группы. Мы экспериментируем, мы меняем стили. Мы можем играть, допустим, в роки, мы можем играть какие-то восточные вариации. Стиль новых песен зависит от настроения автора меланхоличного и спокойного, или веселого и озорного. А порой вдохновение говорит с артистом на иностранном языке. Я написал мелодию, и я подбирал слова. Я ее хотел написать на русском языке, но что-то не получалось. Слава услышал эту мелодию и говорит, слушай, Саша, она что-то ближе к итальянскому что-то веет. Он мне говорит, давай ты споешь на итальянском языке. Слушай, Слава, итальянский язык вообще не знаю. Но через несколько занятий Александру удалось устранить этот недостаток. Выученных итальянских слов хватило на целых две песни. Их сразу полюбила публика, а некоторые поклонники шутили, Челентано отдыхает. Но с курскими зрителями Марцинкевич общался на русском и цыганском. Это два родных языка, говорит артист. В нашем городе группа «Кабриолет» презентовала свой свежий альбом «Мелодия любви». Другой темы для Александра Марцинкевича не существует. О своей личной жизни исполнитель не распространяется. Зато о творчестве может говорить бесконечно. Быть постоянно в поиске и быть всегда на плаву. И держать свою линию и не терять ее. Потому что если у тебя есть свое «я», есть своя музыка, это великое счастье, великая радость. Главное не остановиться. Главное все время искать, потому что совершенству нет предела, как говорится. И находиться в поиске – это очень интересно. Иначе, если бы мы остановились, если бы мы нашли, определили свой стиль, то все – это смерть группе. С радостью все 15 участников группы «Кабриолет» ждут отпусков. Правда, они не затягиваются больше, чем на две недели. За это время можно отдохнуть от сцены, набраться сил и вдохновения. В свободное время на самом деле люблю зайти в какое-то тихое место, покурить кальян. Вот, ну, кстати, вот уже месяц я не курю, потому что я заметил, что начинают с вязки садиться. Он действительно влияет очень сильно. Исполнением общей творческой мечты – чтобы завтра родилась новая песня. Через месяц открылся новый стиль. А через год Курск снова встретил «Кабриолет» громкими аплодисментами. Россия была первой страной в мире, которая признала соревнования по компьютерным играм официальным видом спорта. Произошло это 12 марта 2004 года по распоряжению главы Госкомспорта России Вячеслава Фетисова. Однако через несколько лет киберспорт был исключен из российского реестра из-за того, что не соответствовал многим критериям. Виртуальный спорт потерял официальный статус, но не популярность среди российских геймеров. Ежегодно по всему миру проводятся десятки соревнований по умению играть в компьютерные игры. Кому-то это покажется абсурдным, но стрелялками игроки неплохо зарабатывают себе на жизнь. Например, в 2011 году на турнире «Подота 2» украинская команда «Нави», состоящая из пяти человек, получила денежный приз за победу 1 миллион долларов. А сколько зарабатывают курские геймеры, расскажут Тимур Кузнецов и Антон Судженко. Кирилл Простаков – спортсмен, известный не только в Курске, России, но даже в мире. 19-летний юноша – настоящий богатырь. Он регулярно упражняется на беговой дорожке и поднимает гантели. Кстати, на его спортивной карьере такие тренировки не сказываются абсолютно никак. Кирилл Простаков – киберспортсмен. До фестиваля в Антверпене я относилась, ну, занимается ребенок чем-то, ну, хорошо, что занимается, он все время на глазах. Меня устраивало то, что мне не приходилось вечером думать, где он, чем он занимается. Поэтому киберспорту я в определенном смысле благодарна за то, что мы легко прошли переходный период. Как и все мальчишки, в детстве Кирилл проводил большую часть свободного времени за компьютером. С появлением высокоскоростного интернета стал участвовать в небольших онлайн-турнирах по игре, симулирующей боевые действия. Оказалось, что парень – настоящий солдат. Хорошая военно-виртуальная подготовка свела его с такими же опытными бойцами. Так образовался его первый отряд. Затем последовало повышение в звании. Все были в разных командах, потом как-то кто-то откуда-то уходил, потому что игроки более слабые были, и вот так вот собрались. То есть со временем буквально. Мы уже вместе играем около двух лет, до этого играли в разных командах каждый человек. Команда из пяти человек под названием Empire собрана из сильнейших киберспортсменов России. В ней есть и командир, и снайпер. У каждого в виртуальном пространстве свой никнейм. Например, Кирилла Простакова из Курска во всем мире знают как Эйфорию. Роман Ферстов, он из Сочи, у него никнейм Шаркс. Слай, Кирилл Маликов, он из Санкт-Петербурга. Курс, Саша Калуги, ну, со мной тут буквально от пяти минут живет. Вот, и пятый человек – это Минкс, Влад Типрогосов, он живет тоже в Санкт-Петербурге. Вот это, собственно, наша команда. В 2010 году великолепная пятерка впервые собралась в реальной жизни, чтобы поучаствовать в открытых соревнованиях по игре Call of Duty. Ребятам, а некоторые из них на тот момент были еще несовершеннолетними, пришлось делать несколько перелетов. Из Москвы в Амстердам, а затем в бельгийский Антверпен. Туда виртуальных защитников Родины отправила компьютерная организация, честь которой они представляют на всех соревнованиях. Мы смотрели трансляцию онлайн через интернет с мужем. И, в общем-то, схлопотали хорошую порцию адреналина, болели за него, видели, мы видели, что они очень хорошие показатели по самой игре идут. Вот, и поняла, что это действительно вот дисциплина. То есть все тренировки не прошли даром. Хорошо, что он все-таки поехал, что его туда отпустили. И они смогли войти сразу же с первой поездки в Европу, как российская команда, в лучшую десятку. Соревнования по киберспорту в режиме оффлайн, где участники собираются под одной крышей, называют ланами. На лане в Антверпене лучшим игроком из России был признан Кирилл Простаков. И сразу в двух номинациях он попал в лучшую тройку. То есть он вошел в лучшую тройку снайперов Европы и восходящая звезда года. Вот. И ребята написали комьюнити, спасибо Кириллу за то, что и наш российский триколот попал в эти списки. Кирилл настолько популярен в киберпространстве, что его снайперские похождения смонтированы в отдельные клипы. Причем людьми из разных уголков мира. Реакции и скорость парня действительно впечатляют. Несколько человек даже попросились в ученики к офицеру Простакову. Сам снайпер продолжает оттачивать свое мастерство, тренируясь дома. Кроме международных ланов, он участвует в онлайн соревнованиях. Для этого ему можно даже не выходить из собственной квартиры. Мы сейчас не тренируемся, мы сейчас играем только официальные матчи. Вот. И каждый знает, когда официальный матч. Ну, то есть время, день. И все собираемся буквально за час, за два, поиграем пару практик, сыграем и начинаем играть официальный матч. В декабре прошлого года команда Эмпайя выступила на международном лане в Хельсинки, где заняла третье место. Символично, что за место на пьедестале в решающей битве наши ребята победили немцев. Пока что это самое высокое достижение русских геймеров. За это киберспортсмены получили не бронзовые медали, а 600 европризовых. Кроме этого, спонсоры регулярно присылают каждому из них дорогие девайсы – игровые мыши, клавиатуры и наушники. В реальной жизни у Кирилла Простакова все гораздо проще. Он учится в электромеханическом техникуме, а в свободное от учебы и спорта время слушает музыку, смотрит фильмы или играет с любимой кошкой. Одна из самых необычных телестудий в России находится в станице Тбилисская Краснодарского края. Она расположена на подворье местной жительницы и журналистки Раисы Соболевой, а телевышка установлена на ее же участке. Огородное телевидение, в штате которого работает всего семь сотрудников, транслирует один из федеральных каналов и выдает в эфир каждую неделю семь часов собственных программ. Селяне называют его «Народным ТВ», а еженедельная программа «У вас проблемы, вам нужна помощь» бьет все рейтинги. В этом году необычной телестудии исполнится 22 года. С развитием телевизионных технологий свои каналы появились у епархий, футбольных клубов, заводов и даже у Роскосмоса. Идея делать собственное эфирное вещание недавно возникла и в одной из курских школ. Мастер-класс телевизионщикам за партами провели сотрудники СТС Курск. Школа номер 27 носит имя художника Александра Дейнеки. Поэтому здесь работают и учатся творческие люди. В декабре 2011-го школьный актив решил открыть собственное телевидение. Прежде всего, чтобы еще больше сплотить свой коллектив. И ученики, и педагоги идею поддержали. Дети бывают, даже параллельные классы, они общаются друг с другом. А если будет школьное телевидение, то можно узнать и о достижениях других учеников школы. О каких-то событиях, произошедших в классе, допустим, день рождения. Будет, кто не знает о нашей школе, будет интересно. Снять школу, что находится в школе. Как эта школа выглядит, чему учат в ней. Ну, так вот, я считаю, чтобы известно было. К открытию собственного вещания ученики и педагоги подошли ответственно. Изучить основные законы телевидения решили вместе с сотрудниками СТС Курск. На творческий урок в актовом зале пришли ученики 6-х и 10-х классов. Это представители двух школьных организаций. Младший «Спектр» и старший «Некст». Ребята слушали, как искать темы для своих сюжетов, готовить вопросы к интервью. Для некоторых это было особенно актуально. Они уже заняты в работе школьного пресс-центра. У меня уже были некоторые задания, про что надо знать. И в субботу я буду это все обрабатывать. Миша Зарипов, он спортсмен, у него очень много грамот, медалей. И у него меня попросили брать тоже интервью. Секреты удачного и информативного интервью раскрыла журналист Анна Сухова. Как сделать сюжет динамичным, рассказала главный редактор Алина Верютина. Она же познакомила учеников с телевизионной терминологией. На микрофон этот текст отдельно записывается, а потом совмещается с той картинкой, которую вы сняли, на монтаже. И идут они в сюжете одновременно. Ученики смогли не только услышать, что такое телевидение, но и побывать в роли настоящих корреспондентов и операторов. Потренироваться правильно, закреплять радиомикрофон, настраивать камеру, смотреть в объектив. Кстати, пришлись советы профессионального оператора. Если журналист спрашивает, скажите, какие-нибудь ваши мечты или что-нибудь такое сокровенное, вот тут всегда срабатывает, когда по плечи самый крупный, потому что видно глаза человека, который говорит, его эмоции. Творческая группа любого телеканала – это журналист, оператор, редактор и монтажер. Участвовать в школьном телевидении сможет любой желающий, вместе с постоянной группой активистов. Штат есть, в него пока что входят три человека. Есть оборудование нужное, поэтому мы уже в ближайшее время хотим внедрить телевидение. В первую очередь, конечно, оповещать наших учеников о том, какие мероприятия будут проводиться в ближайшее время. Ну и, конечно, какая-то полезная информация для наших учителей и родителей. Снимать свои сюжеты ученики будут пока на любительскую видеокамеру, монтировать в компьютерных классах после уроков. Вместе с учителем ребята уже сделали логотип для своего канала «27 ТВ». На дополнительных занятиях по основам компьютерной грамотности осваивают основы монтажа. Вот сейчас Анна Александровна вместе с помощниками делает фильм «Ко дню святого Валентина», то есть как поздравление. То есть там будет видеоряд, там будет музыка и там обязательно будет эмблема нашего школьного телевидения. Эфирная сетка вещания еще уточняется. В школе даже проходит конкурс на идеи для местного телевидения. Ребята изучают программы центральных и местных каналов. Особенно, говорят, они нравятся краеведческие и образовательные передачи. Первые самостоятельные шаги уже тоже сделаны. Для ежегодного фестиваля искусств ученики «Шестого В» подготовили фильм о героях войны. В коих былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Снимали мы друг друга по очереди, когда общий, мы вдвоем были в камере, снимал, помогал отец. Мы опирались на то, что находили каких-то героев войны и рассказывали именно о них, какой вклад они внесли в войну, что они сделали для победы. Мастер-класс от СТС Курск стал для учеников наглядным пособием, так что после уроков можно будет заняться подготовкой первой программы. Бернард Шоу говорил, мы не имеем права потреблять части, не производя его. Будьте счастливы каждый день этой недели. Вы смотрели тележурнал «Частности», наш информационный партнер «Радио Курс» 103.7 в Курске. Служайте стильную музыку и смотрите СТС Курск. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok